здравствуйте друзья сегодня я к вам с новой бутылочкой декорировала бутылку в технике терра с помощью самозатвердевающей массы с помощью листочков от комнатных растений делала оттиск бутылочку обязательно обезжириваем любым средством можно ацетоном можно уайт спиритом грунтуем белой акриловой краской то место именно под распечатку и приклеиваем распечатку на клей pva распечатка у меня на лазерном принтере на обычной офисной бумаги а4 сначала покрываю распечатку чтобы она немножко пропиталась пва затем бутылку не толстым слоем накладываю распечатку и через файлик выгоняя воздух прикаточным валиком для обоев затем сверху обязательно покрываем пва я еще пальцем проверяю краешки чтобы нигде не осталось воздуха и сушим вот у меня распечатка высохла теперь нужно покрыть ее акриловым лаком покрываем в три в три этапа с промежуточной просушкой то есть например первый раз покрываем вдоль второй раз поперек и третий раз опять вдоль чтобы не было полос а именно такой от лака оставался след хороший такой как мелкие мелкие получаются такие как квадратики затем бутылку оклеиваю салфеткой салфетка обычная дешевая однослойная также наклей пва салфетка нужна мне в данном случае чтобы сама затвердевающая масса хорошо приклеилась к бутылке потому что от стекла меня всегда как бы это волнует чтобы ничего не отвалилась вот на салфетке держится очень хорошо сама затвердевающая масса даст очень хорошая в работе эластичная немножко к рукам липнет но это не так страшно раскатываю ее на столе делают как бы окошечко такое и приклеиваем также на клей пва заворачиваю вот такие вот заворотики тут не надо стараться чтобы ровно было наоборот пока сильно не прижимаю потому что края буду сейчас обрезать лишнее и сейчас вот шпателем пластиковый шпатель у меня сглаживаю краям и сушить оставила сушить на ночь даже не на ночь у меня сутки получилось начала потом работать уже следующим вечером потому что сразу невозможно сделать пока здесь вот все не высохло дальше я раскатываю скалочкой можно побольше пласт так вот рассчитала чтобы мне хватило практически обернуть всю бутылку также на клей пва оборачиваю бутылку тоже надо чтобы воздух не оставался масса сохнет быстро поэтому я все таки водичкой проходилась чтобы она подольше сохла ну не быстро чтоб схватывалась потому что надо еще сделать утиск с листочков так вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Это я с сада забрала. На следующий год она будет цвести. Еще даже не знаю, какими цветами. Но говорят, очень красиво. Все прикладываем к массе. И прикатываю валиком. Делаем оттиск. Листья тоже лучше выбирать, чтобы они были такие... Более прожилки, чтобы были более такие фактурные, выпуклые. Потому что я взяла от гибискуса листочек, молодой. И он вот совсем прямо плоский. Вот эти вот листочки хорошо у меня от бегонии получились. И прикладываю, прикатываю валиком. И пока их оставляю. Не удаляю. Потому что, например, другую сторону бутылки буду делать. Руками брать. И рисунок может повредиться. А так, с листочками надежнее. Немножечко, видите, смачиваю водой. Это вот туя санапы привезла. Она свежая еще. Но я уже ее положила сушить. Буду делать что-нибудь к Новому году. Вот теперь, когда я все наклеила, оттиск, вернее, сделала с листочков, теперь я убираю листья. Листья удаляю и сушу. Опять у меня сохло сутки. Как видите, у меня осталось неоклеенное горлышко и донышко. На следующий день оклеиваем опять и донышко, и горлышко. Вот видите, я уже сделала. Здесь у меня просто все гладко осталось. Пробочка. Видите, обычная пробка бутылочная. Я ее нарастила другой пробкой. С помощью саморезика. Все, с пробкой проделываем все то же самое. Итак. 1. 3. 3. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я смешиваю акриловую белую краску с колером. Немножко, чтобы добавить немножечко другой цвет, я взяла вишневую краску. И где-то по листочкам добавляю ее, не везде. Добавляем на не высохшую, а на свежую краску голубую. Чтобы, видите, так размазать, растушевать, чтобы только оттенок менялся. Здесь уже более тонкой кисточкой также окрашиваю. Засмешиваю белую, голубую, потому что фон, видите, у распечатки совсем светленький. Продолжение следует... Вот бутылочка высохла. Теперь я взяла поролоновую, можно поролоновой губкой и наношу полусухой губкой. Наношу белую акриловую краску сверху. Наша фактура листочков сразу выделяется. И бутылочка становится такая посветлее. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь завершающий этап. Покрываю всю бутылку аэрозольным акриловым лаком. Мне стало больше нравится именно аэрозольный лак, потому что краску мешаю с колером. И краска с колером может поплыть немножко от акрилового лака, который кисточкой наносить. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь. Спасибо вам за подписки. Я очень благодарна вам. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok